Друзья, привет! С вами Иван Денисов. Как и обещал, сегодня речь пойдет о трастере. Трастер такое очень многогранное упражнение и как его сделать очень много, как не устать, мы попробуем сейчас рассмотреть. А спонсор нашего видео моя онлайн-школа. Тренируйтесь правильно вместе с нами, добивайтесь успеха. Делится, казалось бы, на два движения. Первое движение это наше приседание, то есть мы должны с гири на груди присесть. Как нам это удобнее сделать? Во-первых, если мы держим гирю, то держим ее удобнее всего вот таким вот образом, то есть руки у нас в гири и вот таким образом они зашли. С этого положения очень удобно ее скидывать и очень удобно ее обратно забрасывать. То есть наша задача только перехватить. Ничего крутить не надо, мы перехватываем и берем гирю в это положение. Дальше мы для того, чтобы присесть, мы не должны завалить спину. То есть если мы заваливаем спину, рычаг вместе с гирей на спине будет очень большой. То есть желательно ноги поставить таким образом, чтобы мы могли приседать практически вертикально. Если мы начинаем, условно поставили ноги узко, то нас будет вот сюда вот складывать. Причем от антропометрии очень сильно зависит вот эта стойка. Чем длиннее ваши ноги, тем надо поставить их несколько шире. И позиция широких ног, она будет давать вам вот эту вертикаль. Если же поставим здесь, то в узкой стойке приседать вертикально практически невозможно, вас просто завалит назад. Вы упадете вам телом, надо все равно компенсировать каким-то образом перемещение колена вперед и таза назад. То есть здесь у нас угол большой появляется. Да, мы сидим на пятках, но тогда получается все равно угол сгибания спины будет достаточно большой. А тут у вас еще и гири. Соответственно для того, чтобы садиться правильней, мы выбираем ту стойку, в которой мы более сильны. То есть чуть-чуть шире и тогда мы проваливаемся почти вертикально. Соответственно здесь, в этой позиции нам надо ведь еще и гирю разогнать. То есть задача ведь не только встать. Трастер это не приседания и жим, это разгон ногами гири наверх. То есть тогда, когда закончили работать у нас ноги, должны передаться энергия рукам. Должна, да, передаться. И тогда гири у нас полетела вверх. Соответственно идет переключение. Это второй тип техники, когда одна мышца меняет в работе другую. Соответственно первая мышца должна придать импульс, разогнать. То есть мы должны из исходного положения ровно разогнаться и дальше, чтобы вот в этой самой жесткой точке дельта прошла свою работу, а дальше докинуть руки наверх. И тогда у нас получается, что мы делаем его правильно. Давайте несколько повторений я попробую продемонстрировать. То есть мы садимся вниз, как немножко проваливаемся, естественно. Это будет намного легче сделать, чем если мы будем медленно приседать. Обычно трастер не делается с очень тяжелыми весами, особенно с гирей. Со штангой бывает, но с гирей это очень редкий вариант. Итак, мы садимся вниз и гиря вылетает вверх. Вниз, чтобы гиря падала, мы сразу уходим. А раз. Здесь можно опять же пойти еще интересным образом. Для того, чтобы обмануть систему, мы можем локти поставить себе на колени в нижней точке. Тогда вам дельтой ловить локти не придется. Вы сбрасываете гирю, а раз и вот они дошли. И из этой позиции мы начинаем движение ногами. Если мы упадем и остановка будет за счет рук, то руки будут также выдыхаться. Есть такой вот маленький нюанс, что мы можем. Провалились, локти поставили, выкинули. 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 Далее. Где же можно отдохнуть? Можно отдохнуть в ней. То есть, как бы там ни было, если у нас гибкость достаточно хорошая, то в этой позиции мы будем все равно расслаблены. Мы выбросили, делаем вдох-выдох и гиря вновь полетела вниз. Соответственно, если вы расслабились там, то у вас пульс не будет сильно повышаться. Это ведь одна из задач. То есть, сначала у нас умирают мышцы, но затем у нас умирает функционалка. То есть, мы слишком перебираем с пульсом. Пульс становится высокий и сигналы в мозг идут уже от нашего мотора, чтобы мы устали. Не только мышцы у вас начинают гореть, но и мотор начинает вам предъявлять претензии. Итак, соберем это все в кучу. То есть, мы, во-первых, всегда должны дышать. То есть, если мы послушаем дыхание, это будет выглядеть вот так. Завалился на пятки. И тогда, если вы можете дышать, конечно, пульс не будет так взлетать, потому что вы все равно внутри будете расслаблены. В этом вся идея. То есть, опускаем, выдохнули. В момент нижней точки мы меняем направление дыхания и начинаем вставать уже на вдохе. То есть, как бы опустились, сложились. Здесь зарядились, поменяли дыхание. И на вдохе мы встаем. Вот обратите внимание, вообще гиревые упражнения, они делаются наоборот. То есть, идет на задержке дыхания само мощное усилие. А дальше мы поднимаем всегда на вдохе. Все гиревые движения делаются на вдохе. И то, что, когда у вас на груди что-то лежит, вам удобнее опускаться со вдохом, с выдохом. А подниматься с вдохом. Если у вас пульс не будет сильно взлетать, соответственно, усталости меньше, мышцы будут работать правильно, потому что кислород будет поступать в них. Ну и, соответственно, результат будет у вас намного выше. Пишите свои комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. Какие упражнения мы еще должны обязательно с вами рассмотреть. Также не забывайте подписаться на канал, ну и поднять палец вверх. Ну, позвоните в колокольчик, буду безумно рад. А также можно поделиться видео в своих социальных сетях. Всем пока, здоровья, успехов, улыбок! С вами был Иван Денисов.